Второй съезд Народно-патриотического союза «Дивлет» состоялся в воскресенье 19 мая, на который из делегированных 1500 человек приняли участие 1150 приглашенных со всех населенных пунктов Гагаузии. Этот день станет особенным в истории гагаузов и болгар, проживающих в Молдове, так как одним из вопросов, который поднимался и обсуждался на съезде, было создание гагаузско-болгарской партии под названием «Буджак». Выступил с этим предложением декан юридического факультета Игорь Янак. В своем выступлении он отметил, что гагаузский народ достаточно настрадался от обещаний различных партий, которые вспоминают о гагаузах только перед выборами. Давайте поставим в округу национальные интересы граждан, которые проживают здесь, в том числе и за пределами Республики Молдова. Без народной поддержки не будет приниматься ни одно правильное решение. Я думаю, что за 27 лет существования Республики Молдова кривых решений предостаточно. Если мы сегодня сможем создать, точнее, в первую очередь найти поддержку среди населения и сможем создать на самом деле Народную партию, мы сможем по достоинству представлять интересы не только во властных структурах Атолу Гагаузии, но и во властных структурах Республики Молдова. Те члены партии, которые находятся, так скажем, в Тишневе, они всегда будут, естественно, защищать интересы, в первую очередь, партии, а потом, естественно, в первую очередь, свои узкокорпоративные интересы. Поверьте мне, что политические процессы не начинаются и не заканчиваются на выборах. Люди должны активно участвовать в социально-экономических и политических процессах все четыре года. Ни в одной нормальной стране не было бы такой пассивности, как в Республике Молдова, если была бы такая интересная ситуация на рынке. Вы сами видите по телевизору, когда в нормальных, развитых государствах, в трезвомыслящих государствах, если где-то ценовая политика не соответствует ожиданиям населения, останавливаются поезда, не летают самолеты, выходят миллионы людей и высказывают свое возмущение. Вот в этом заключается искусство управления делами государства, в этом заключается право управления общественными и государственными делами. Уважаемые друзья, я призываю всех поддержать нашу инициативу, инициативу создания на самом деле народной партии. Поверьте мне, что все начинается с малого, генералами не рождаются и, естественно, ими становятся. То же самое касается национальных партий, то же самое касается определенных национальных идей. Только в рамках единства мы сможем защитить по достоинству интересы не только гагаузи, не только гагаузов, но и других этносов. Активно подключилась к данной идее о создании гагаузско-болгарской партии инициативная группа из Тараклии во главе с экс-примаром Василием Гайдаржи. Выступая перед делегатами, господин Гайдаржи акцентировал внимание на то, что права нацменьшинств в Молдове ущемляются. Настало время, когда гагаузы и болгары, объединившись, смогут сами себя представлять во властных структурах страны, защищать свои права и принимать участие во всех решениях на уровне парламента. И сегодня не стоит вопрос о создании новых каких-либо автономий или республик. Мы сегодня говорим о нашей этнокультурной и лимпичности гагаузских болгар и гагаузов в Молдове. Сегодня реально пришло время, а если быть точнее, созрело время о создании новой политической партии в Молдове. Сколько раз можно отдавать свои голоса на лево и на право на выборах, а в итоге что мы получаем взамен? Ничего. Почему сегодня болгары и гагаузы не используют свой потенциал на все 100% по принципу национальных меньшинств Молдови, имея сегодня за спиной такие страны, как Болгария, Турция и Россия, а также наше правительство Республики Молдовы. Но мы почему-то всегда ходим с протянутой рукой и просим помощи для покрытия своих местных бюджетов. Это что такое и что это за политика. Ходить всегда с протянутой рукой. Лично я не хочу видеть наш бюджетский край в роли попрошайки. Я говорю о другом, чтобы вы меня правильно поняли. Имея такие державы у нас за спиной, что я озвучил, надо было давно иметь свою экономику, а не политическую болтовню и одни псевдообещания. Там, где экономика работает, тендемь и с политикой, там всегда стабильность и взаимопонимание. На примере в соседней Румынии существует партия под названием Венгерская народная партия Трансифани. И нам неизвестно, для чего она была создана. А почему в Молдове не должны быть партии под названием Гагаузско-Болгарская народная партия Буджак? Создание народно-патриотической партии в Гагаузии Буджак объединит не только гагаузов и болгар, но и другие этносы, проживающие в Молдове. В новосозданную Южную партию войдут граждане разных национальностей, пожелавших поддержать данную идею. Это станет народной партией, которая будет защищать интересы простых граждан, а не олигархов, подчеркнул лидер Народно-патриотического союза «Девлет» Николай Дудогло. Конечно, такая инициатива приходила и к нам, в нашу организацию «Девлет», и мы о том даже заявляли. Но я сегодня очень рад, что предлагает сегодня создание партии не организация «Девлет», и другая какая-то организация, или какая-то молдавская партия, которая стояла за инициативой группы. Инициативные группы сегодня, созданные, не идут с поддержкой какого-то предприятия, организации или партии. Инициативные группы сегодня идут с поддержкой нашего населения. Они считают, что наша организация, мы сделаем все возможное, если нужна будет наша подпись, наша поддержка, подставить плечо инициативным группам. И я пожелаю инициативной группе, которая сегодня выступит именно с предложением открытия партии, чтобы она обратилась кроме нас, как всем политикам Гагаузии, как всем политикам с болгарской стороны. А то, что предлагается именно, чтобы это была более национальная, большейшая Гагаузско-Болгарская, я считаю очень правильно. Потому что сегодня в Молдовии есть более 200 тысяч Гагаузсов, которые живут в Молдовии, но есть еще 90 тысяч болгар. И это партия, которая будет создана именно для нашего региона, которая решит все проблемы, которые есть. Потому что те люди, которые приходят с Кишиневым, со своими партиями, вы знаете, что они приходят хорошие, объемные конфеты. Когда раскрывают, ничего там нет. Потому что после выборов мы их найдем. Поэтому полностью поддерживаем инициативную группу. И что от нашей организации, конечно, мы будем помогать. Спасибо всем. О необходимости создания национальной партии говорили практически все выступающие с высокой трибуны. Сегодня избиратели Гагаузии не доверяют больше республиканским партиям, которые приходят в автономию только перед выборами, когда им нужны голоса. Поэтому зал поддерживал громкими аплодисментами данную идею о создании Гагаузско-болгарской партии «Буджак». И все делегаты, принявшие участие на съезде, единогласно проголосовали за предложенную идею.